друзья в игре очень важное событие в главном меню поменяли фон а также добавили камеру которая следит за перемещениями вашего курсора только ради этого нужно было делать вайп но разработчики на этом не остановились спасибо им огромное как вы знаете в новом патче расширили локацию завод добавили много новых помещений а в том числе и новый цех теперь нам будет где повоевать также добавили новый выход он находится в новом цеху необходимо пройти через эту палатку и открыть дверь ключом от выхода с завода это старый ключ из прошлых патчей выход называется ворота у медицинской палатки напротив палатки которая ведет к выходу есть спуск в подвал по этому подвалу можно пройти в старые участки карты в общем заходите в оффлайн и изучайте новую карту офисные помещения завода тоже изменились а именно нам добавили новую секцию эти помещения находятся под душевыми и в них можно попасть сквозь это отверстие в полу она находится в этих душевых на самом деле это хорошо ведь теперь есть дополнительное пространство для маневра также не забыли и про босса тагилу который наносит сокрушительные удары своим молотом либо стреляет с дистанции он облачен в новую броню 6 класса а также в сварочную маску 5 класса вооружен молотом который нельзя полутать а также иногда дробовиком с новым тепловизионным прицелом также изменения коснулись и барахолки теперь она доступна по достижению 20 уровня я хочу услышать ваше мнение по этому поводу напишите что вы думаете об этих изменениях в комментариях в новом патче оружие стало заклинивать для устранения неполадки необходимо нажать комбинацию клавиш t плюс левый shift и вы снова сможете стрелять теперь необходимо внимательно следить за техническим состоянием вашего оружия а также вооружение которое вы поднимаете в рейде теперь боеприпасы тоже влияют на износ оружия некоторые из них ускоряют его например боеприпас игольник ускоряет износ оружия на 70 процентов то же самое касается и модулей например глушитель pbs 4 ускоряет износ оружия еще на 70 процентов а само изношенное оружие не покупает никакой торговец кроме скупщика поэтому снимаем все модули с оружия и продаем скупщику только основания а модули торговцам которые вам по нраву также был добавлен сортировочный стол применение которому я пока что не нашел напишите в комментариях как и для чего вы им пользуетесь и полезная ли эта функция изменения коснулись кустов на всех локациях теперь они замедляют ваши движения их можно пропрыгнуть насквозь с помощью длинного прыжка а также внутри кустов нельзя ложиться и соответственно нельзя их проползти максимум чего я смог добиться это лечь рядом с ними и покюекать также изменились марки коллиматорных прицелов они стали более расплывчатыми и нечеткими и теперь пока 06 точно не топовый прицел и по ощущениям визуально коллиматорные прицелы стали ближе к экрану хорошо это или плохо пишите об этом в комментариях что же касается кармы диких я еще продолжаю исследование могу только сказать что убийство чвк и челоботов с подпорченной репутацией увеличивает вам репутацию скупщика а убийство обычных ботов боссов и свиты наоборот уменьшают эту репутацию насколько мне известно при улучшении отношений со скупщиком у вас будет лучшее вооружение для вашего дикого а также доступны новые выходы и возможно свита боссов будет вас сохранять либо как-то с вами взаимодействовать если вам понравился данный видеоролик не забывайте подписываться на канал и ставить лайк а также заходите к нам в группу в дискорде и вконтакте всем спасибо всем пока